В этом видео я хочу рассказать о особенностях и различиях виз B1 и B2. Во-первых, разница между этими двумя B все же существует. B2 – это чисто гостевая виза, которую получают люди, отправляющиеся в тур поездки или в гости к родственникам и знакомым. B1 – виза для тех, кто едет в США в деловую командировку. Эта виза, помимо прочего, позволяет ее обладателю принимать участие в конференциях, вести деловые переговоры с партнерами, проводить ряд финансовых операций, в том числе продавать, покупать или инвестировать деньги в предприятия и недвижимость. Однако, ни B1, ни B2 не допускают трудоустройства в Америке. Нарушение этого правила грозит самыми серьезными последствиями, вплоть до депортации и последующего запрета на въезд в США. Во-вторых, от того, какая именно виза вам выдана, может зависеть ваш срок разрешенного пребывания в США. На этом моменте необходимо остановиться немного подробнее. Большинство людей уверено, что наличие визы гарантирует въезд на территорию Америки. Увы, это не так. На самом деле, виза дает право лишь добраться до Соединенных Штатов. Окончательное решение о том, впускать или не впускать вас в страну, примет сотрудник службы иммиграции и натурализации США, проводящий пограничный паспортный контроль. Случаев, когда обладатель виз прямо на границе разворачивали обратно и не впускали, не так уж и много, но не принимать во внимание возможность такого развития событий, все же нельзя. Если же у представителя СИН не возникает возражений, он прикрепляет в загранпаспорт въезжающего иностранца, так называемую карточку I-94. Именно в ней, а не в визе, будет указано, сколько времени иностранцу разрешается находиться в США. День, неделю, месяц, три месяца или больше. Как это связано с визой B1 и B2? А вот как. Если вы являетесь обладателем визы B1 и заявляете, что приехали в Америку на 5 дней с целью проведения переговоров, то чиновник вполне может указать в карточке I-94 именно этот срок, посчитав, что вам как деловому человеку некогда тратить время на туристическую расслабуху. Так что наличие B1 может существенно повлиять на длительность вашего визита. Наконец, последнее существенное замечание. Одна из самых чудовищных ошибок, которые вы можете совершить, просрочить срок действия карточки I-94. Задержавшись даже на один день сверхразрешенного времени, вы тем самым мгновенно становитесь нелегалом со всеми вытекающими последствиями. Если обстоятельства складываются так, что вам необходимо пробуть в США дольше положенного, немедленно обратитесь в местное отделение СИН с просьбой о продлении срока разрешенного пребывания или о смене статуса. Либо обратитесь к иммиграционному адвокату, который поможет вам разобраться в вашей конкретной ситуации. Процедуры эти нельзя назвать ни быстрыми, ни легкими, но все же это лучше, чем находиться в Америке на нелегальном положении. В следующих видео мы поговорим и о других визах, которые вы можете получить для въезда или иммиграции в США. Спасибо за просмотр! Подписывайтесь на мой канал!